Эта запись, датированная 19 декабря во всех отношениях, уникальна, говорит директор Музея семьи Сухановых Жанна Славинская. Единственная свадьба 1864 года дала начало красивой истории во Владивостоке. О том, как со временем менялись традиции этого важнейшего обряда, рассказывает эта выставка. Вот венчальные свечи, обязательный атрибут, со временем совершенно забытый. Десятилетиями позже молодоженам гораздо важнее было получить этот заветный талон. Приобрести не свадебную одежду, и обувь, и какие-то необходимые вещи, то есть можно было только в салоне. Только по приглашению, которое выдавалось в ЗАГСе, где были строго прописаны ваши фамилии, имя, отчество, и строго выделялось определенное время, когда вы должны были прийти и приобрести все необходимое. Этот талон очень уникальный, 1977 года невеста всего лишь смогла приобрести себе самовар, пояс, чулки и бюстгальтер. Но как бы ни менялись времена и нравы, без свадебного платья не обойтись. Вот скромный хлопковый наряд 30-х годов. Вот это платье свадебное попало в фонды музея после выставки «Город и мода». Стали приносить жители города платье. И вот это платье, уникальное платье 30-х годов, оно как раз попало в фонды музея Арсеньева. И мы сейчас. А вот не менее уникальный экспонат уже 70-х. Настоящий эксклюзив – это вот это вот платье 1970-х годов. Платье привезено из Германской демократической республики, которая на данный момент уже, вы знаете, не существует. Такой республики и такие платья могли себе позволить, ну это единицы. Именно со свадебного платья 70-х годов Татьяна Андройсенко начала собирать свою свадебную коллекцию. Что-то покупала по интернету, что-то приносили в дар, позже подключились сотрудники музея. И эта выставка продолжает пополняться. Ведь в Владивостоке всегда были горожане, которые не только готовы услышать историю о чужой интересной свадьбе, но и поделиться своими воспоминаниями и раритетами. Ольга Сомкина, Максим Малагин, Панорама.